Всем привет. С вами инженер-электрик и Кимов Игорь. Это вторая часть видео с разбором комментариев зрителей. В этом видео поговорим о причинах ложного срабатывания реле напряжений, даже если они исправны. Это чаще всего связано с неправильной настройкой реле или с качеством напряжения в сети. Частично я об этом уже говорил в других видео про реле напряжения, которые вы можете найти на канале. В этом ролике мы разберем это более досконально. Если вас интересуют другие тонкости электрики, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Первая причина ложного срабатывания, это неправильно выставлены верхний и нижний уровень срабатывания реле напряжения. Об этом же говорится в комментариях, видео по реле напряжения Airbus R116. Вы можете остановить видео и прочитать как сам комментарий, так и мой ответ. Тут зритель поднял вопрос о верхней и нижней границе срабатывания реле напряжения. Он предлагает максимально расширить границы, как это сделано в импортных реле напряжениях, в которых настройки таких границ нет. Это уменьшит ложное срабатывание реле. Но есть стандарты электросети. Напряжение не должно отклоняться более чем на 10% от номинального. По стандартам 2015 года напряжение сети должно быть 230 вольт плюс-минус 10% от номинального. То есть ориентировочно от 205 до 255 вольт. В старых сетях допускается еще напряжение 220 вольт. То есть можно сделать поправку вниз на 10 вольт и выставить пределы от 195 до 255 вольт. За пределами этих значений электросеть уже работает в аварийном режиме. Выставлять на реле напряжение более широкие пределы я не рекомендую. Это на ваш страх и риск. Если у вас горит аппаратура и производитель докажет, что это было питание не тем уровнем напряжения, то гарантии вы лишитесь. При длительных просадках и превышении напряжения рекомендуется использовать вместе с реле напряжения стабилизатор или латор. Вторая причина ложного срабатывания это когда не учитываются пусковые токи. Срабатывание реле напряжения происходит при пусках осихронных двигателей в домах со старой проводкой. Об этом тоже говорится в комментарии. При пуске осинхронных двигателей на короткое время из-за пускового тока происходит просадка напряжения. Реле воспринимает это как падение напряжения и отключает квартиру от электросети. Если у вас есть оборудование с большими пусковыми токами, то я рекомендую ставить на него отдельное реле напряжения со своими настройками защиты. Также есть универсальное решение. Это реле напряжения, которые специально предназначены для таких нагрузок. Примером может служить реле напряжения Airbus D2 с включенной профессиональной защитой. Оно позволяет запрограммировать задержку выключения при провале напряжения до 120 вольт. Эту задержку можно настроить от 0,1 секунды до 10 секунд. Но если напряжение упадет меньше 120 вольт, то реле отключит нагрузку за 0,04 секунды. Кстати, в реле напряжения Airbus R16 также есть профессиональная защита. Но в ней задержка при падении напряжения не настраивается. Третья причина частого срабатывания реле это неправильная настройка времени задержки включения после срабатывания реле. Частое включение-выключение вредно для компрессорной техники, такой как холодильник или кондиционер. Между выключением и включением ее должно пройти время ориентировочно более 5 минут. Это время необходимо, чтобы упало давление в компрессоре, чтобы он не мешал раскрутиться двигателю при повторном включении. Тут 2 рецепта. Или ставить на такую технику отдельное реле напряжение и ставить задержку более 5 минут. Или ставить такую задержку на всю квартиру и терпеть это время отсутствия напряжения во всей квартире при срабатывании реле. Установка такой задержки включения исключит частое срабатывание реле напряжения и защитит компрессорную технику при скачках напряжения. Учтите, что компрессорная техника также боится как перенапряжений, так и пониженного напряжения. Если у вас часто происходят скачки напряжения, ставить реле контроля напряжения на эту технику обязательно. Четвертой причиной ложного срабатывания реле напряжения могут быть помехи в электросети, как внутри квартиры, так и за ее пределами. Примером является комментарий другого зрителя. Даже такое надежное реле напряжение как Airbus D2 выключалось при включении вентилятора. Проблема оказалась в том, что вентилятор это индуктивная нагрузка. При ее включении получалось повышенное искрение в выключателе. И это искрение давало помехи в электросеть. Реле напряжения Airbus D2 содержит микроконтроллер. Большие помехи в электросети могут сбивать работу программы микроконтроллера и он или зависает, или ложно срабатывает. Решением проблемы стала замена выключателя на новый. В результате ложные выключения реле исчезли. Следующая причина ложного срабатывания реле напряжения это помехи в электросети, приходящие извне. У зрителя реле напряжение не включается при включении напряжения в электросети. Это может происходить из-за того, что при включении напряжения идут сильные помехи, которые сбивают работы электроники в реле. Жаль, что зритель не указал, какое у него реле напряжение. Я бы рекомендовал поставить непрограммируемое реле напряжение с ручным управлением, о котором я описывал в прошлом ролике, ссылка на который есть в описании. Или следует поставить более качественное реле напряжение, которое устойчиво к таким помехам. Следующий комментарий о сгорании холодильника. Это следствие как повышенного напряжения в сети, так и из-за неправильной настройки времени задержки включения реле. У зрителя сгорел холодильник из-за частого срабатывания реле напряжения в перенапряжениях. Он решил поставить на холодильник стабилизатор, что является правильным решением. Но я бы рекомендовал совместно со стабилизатором поставить еще реле напряжение с задержкой более 5 минут. Это станет лучшим решением, чем просто применение стабилизатора. Во-первых, желательно сам стабилизатор защищать от перенапряжения, если у него такая защита не предусмотрена. Во-вторых, защита стабилизатора не делает задержку более 5 минут при включении после перенапряжения. А это вредно для компрессора холодильника. Я оставлю ссылку на видео, где показано, как вместе включить стабилизатор и реле напряжения. Есть зрители, которые утверждают, что установка реле напряжения это развод, чтобы получить дополнительные деньги у населения. У меня даже на канале был такой комментарий, но автор удалил его после моего ответа. Даже находятся электрики, которые утверждают, что лучший способ избавиться от ложного срабатывания реле напряжений просто их не ставить. На слайде приведено обсуждение реакции заказчиков на предложенную установку реле напряжения. Реальность такова, что перенапряжения и спады напряжения действительно существуют. От них сгорает бытовая техника. На слайде показан реальный пример, когда сгорел дорогой телевизор. Сгорает и другая дорогая техника. Порой из-за обрыва пен шины сгорает техника сразу в десятках квартир. И часто эта техника дорогая, на порядок дороже, чем стоимость реле напряжения. Не ставить его, это подвергает свою бытовую технику риску. Главное, правильно это реле напряжения установить и настроить. Пишите под видео комментарии о том, что вас интересует и делитесь своим опытом. Я обычно на комментарии всегда отвечаю. Как соберется достаточное количество комментариев по одной теме, создам отдельное видео. Также предлагаю сделать свою оценку по ситуациям тех зрителей, о которых описывалось в этом видео. Делитесь этим видео с друзьями, поддержите ролик лайком и до встречи в новых и старых видео.